ну что все теперь мастеринг можно делать за считанные минуты именно это нам обещает айзотопа зон 11 правда он и в 10 версии обещал и в 9 что-то пытался и вот продолжая вот эту тему 11 версия изотопа я решил сравнить да ясно что там основной модуль это гулфус который уже есть сравнение на этом канале а что если сделать такое сравнение вот вышла недавно новость по поводу того что waves запустили онлайн-платформу по автоматическому мастингу я на нее зашел долго поругался там вот сейчас все это покажу я решил вот когда увидел вот это все безобразие решил а что если сделать такое банальное сравнение каких-то бесплатных платформ то есть сравнить айзотоп 11 как он предлагает какие варианты обработок сравнить с ну вот в данном случае я нашел шесть таких бесплатных платформ откуда можно вытащить файл и сделать ну какое-то элементарное сравнение что они предлагают есть одна ключевая особенность и такой ключевой момент это то что я взял трек из бесплатной библиотеки youtube и там есть вокал и этот микс уже зажат динамически но в свое оправдание хочу сказать то что по мере развития вот этих искусственных интеллектов которые ну якобы присутствуют если это конечно не банально какие-то алгоритмы по обработкам защиту скажу что по мере того как обучается вот этот искусственный интеллект они должны реагировать на сжатость динамики то есть насколько трек поджат что вообще какая наполненность в каком стиле и так далее и но вот сейчас все это будем сравнивать будем слушать то есть искусственный интеллект должен учитывать то что динамики не так много и это нужно как-то прорабатывать вот теми технологиями которые заложены в этот самый искусственный интеллект так по поводу того что вы из выпустили такую платформу онлайн мастинг она так и называется от компании waves и они говорят что типа вы можете бесплатно попробовать я захожу забрасываю туда свой трек чтобы получить ну хоть хотя бы и были ожидания что получится скачать какой-то бесплатный mp3 хотя бы в 192 или хотя бы 256 но waves сделали такую западлянку они просто сказали вот есть вот есть результат вы можете забросить трек получить какой-то мастер вот здесь называется мастер и скачать чтобы скачать нужно заплатить а я хочу ну как бы когда воспроизведение когда ты забрасываешь трек в свою музыкальную программу у тебя воспроизведение через внешнюю звуковую карту а когда ну конкретно у меня возможно у кого-то по-другому когда я забрасываю трек в браузер в данном случае то у меня воспроизведение идет через внутреннюю карту компьютера то есть она совсем иначе ясно что можно переподключить там наушники под эту звуковую карту ясно что можно как-то настроить чтобы она оттуда транслировалось но это такой такой геморрой над которым нужно париться и это сумасшедшие неудобно я такой решил ну блин но сравнение уже не получится сделать максимум я могу сделать воспроизведение но проанализировать что конкретно изменилось в треке что предлагает waves как бы нужно платить и таких платформ из тех я когда делал сравнение просто вбил free онлайн мастеринг там порядка 10 а то и 30 сайтов на которых уже можно сделать мастеринг все они какого-то сомнительного качества и происхождения многих о многих я впервые слышу но ясно что там есть от компании плагин альянс у них есть мастеринг студию кстати интересно послушать я еще ничего не слушал поэтому буду вместе с вами анализировать и смотреть что вообще изменилось вот они предлагают свой онлайн мастеринг предлагают еще там ряд таких топовых сайтов которые выбиваются в первом списке здесь проанализировать не получится там я забросил и вот с этого списка там порядка десяти сайтов которые я промониторил три или четыре были такие что да послушать ты можешь скачать нужно платить поэтому чтобы просто сделать сравнение с такой маленькой изюминкой о которой сейчас расскажу я вытащил все файлы которые смог с этих сайтов я именовал все вы сейчас это все увидите и сейчас будем сравнивать что вообще может предложить искусственный интеллект и самая загвоздка того стоит ли не использовать искусственный интеллект в плане мастеринга я никогда никогда не видел чтобы на каких-то коммерческих треках чтобы где-то но под каким-то там платным контентом было написано что там на сделано с помощью там и и или там какого-то любого другого любой другой онлайн платформы которая делает бесплатный или платный мастинг я не видел чтобы там типа вот этот коммерческий трек сделан с помощью грубо говоря там озон 11 или там мастинг studio какой-то которой аишка вот такого я не видел и это не потому что они предлагают плохое качество звука а потому что скорее всего еще технологии не дошли до того чтобы вот ты забросил и получил вот действительно хороший результат все вроде выговорился сейчас переходим к самому проекту и будем рассматривать так то о чем я говорил значит смотрите есть трек он с вокалом он уже сжать динамически смотрите вот здесь отмечено что это оригинал и видно что здесь динамически зажата но и здесь есть вот такой вот участок с вокалом то есть такой предприпевный участок я надеюсь здесь название трека есть я надеюсь что по авторским правам меня никто сейчас не забанит мне не очень хотелось бы знать что я сделал вот здесь и дитед вот этот трек который есть здесь он сделан тише на 9 децибел чтобы был какой-то запас кстати на всех онлайн платформах с искусственным интеллектом там нет четких требований того насколько децибел должен быть тише хотя при отправке на мастеринг мы знаем что должно быть на минус 6 вот такой негласный стандарт минус 6 децибел чтобы хотя хотя бы какие-то мелкие участки которые выпрыгивают из этого диапазона на 6 децибел они были не настолько значительные и не влияли на качество звука маленький лайф лайфхак короче маленький полезный совет когда вы экспортируете трек если есть такая возможность в самой цифровой станции тогда лучше экспортировать в 32 бит флот когда вы экспортируете в 32 бит флот тогда вот этот запас динамических участков которые выпрыгивают выше 0 децибел он просто не срезается и при мастинге можно сделать просто тише и как бы без никаких потерь если это будет там 16 бит или 24 бит то все что выше нуля она срезается это просто повторяем значит здесь что было сделано вот есть маленький участок я сейчас сделаю воспроизведение чтобы вы поняли в чем разница сделан он на минус 9 децибел тише а чуть прибран бас поскольку там особенности стиля специально прибран здесь но вот сделано просто вот такой перевес низких частот и высоких частот почему я это все сделал с помощью именно айзотоп я очень надеюсь я еще не смотрел результаты буду смотреть их вместе с вами я очень надеюсь что он при мастинге сбалансирует ну собственно он должен это почувствовать во первых во вторых это сделано с помощью его технологий и третьим плагином здесь идет ничего не идет это просто хвост я только что открыл чтобы было какое-то фоновое изображение значит вот таких два плагина стоит минус минус 9 децибел давайте послушаем как это звучит сейчас в оригинале и затем будем делать массинг и сэмэки на сэмэки на пенсии мусом день снова и че и ты не ковы так и он не амочу кову мобузы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за то, что этот трек бесплатный в целом Значит, что было сделано, сейчас будем сравнивать Вот этот тихий участок сразу ставлю на дропную часть Чтобы была слышна разница изменений Не забывайте прослушивать в хороших наушниках хотя бы Поскольку телефон, скорее всего, не выдаст какой-то ощутимой разницы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что здесь произошло, так чтобы было понятно словами Если кто-то прослушивает просто на телефоне Значит, здесь за счет того, что я прибрал на 3 дБ бас Здесь бочка, вот в этом участке, она стала более читаемой И больше вышла на передний план То есть произошло не то, что бочка и бас вместе взаимодействуют И дают хороший низ А то, что баса стало меньше, а бочка стала громче Из-за этого играет бочка и хвостом долетает бас От этого потерялся такой фундамент и плотность Высокие частоты Здесь трек стоит на высоких частотах Здесь такой стиль Здесь хороший вокал Я думаю, что никто не будет спорить, что здесь вокал супер просто Хороший, слегка хрипящий И здесь много высоких частот, которые и дают динамику, и дают атаку И срезая верха, мы все это теряем Что было сделано за кулисами? Вот этот трек с этими двумя настройками Был экспортирован, вот в таком отрывке В вейв формате 48-24 бит Затем загружен на каждую платформу И выгружен обратно Здесь два трека в mp3 удалось вынудить А три трека в вейв формате Я думаю, что мы сейчас это все увидим и услышим Меня больше смущает то, что они идентично визуально выглядят Просто идентично, кроме вот этого трека по волне Ну, сейчас будем сравнивать Так, первое, что делаем, значит, вот это все нормально В общем, сбалансируем по внешнему виду Раскрываем вот этот трек Сейчас, чтобы был такой запас и вокала, и всего Делаем 0 дБ Ставим холост, вот сюда просто перетаскиваем Включаем его здесь и запускаем анализировать И сейчас, когда он проанализирует, мы посмотрим, хотя бы частично сходятся ли те параметры, которые были изменены Мы их трогать не будем Мы будем все это слушать Да, вот практически я говорил о том, когда был обзор, я говорил о том, что озон стал работать дольше Гораздо дольше И первое, что мы видим, он неправильно определил стиль Хотя мне кажется, что это крайне легкая задача Переходим сюда и смотрим Ведь частично он угадал то, что нужно прибавить высоких и низких Здесь расширяем, ничего не трогалось Улучшаем, посмотрим, как работает стабилизатор И было на 9, а он добавил на 10,5 Все, об этом это ничто вообще нам не дает Закрываем и переходим к живому прослушиванию И сейчас подробно будем рассматривать каждую платформу, которая здесь используется Напомню, пока не забыл Вот эти материалы, дополнительные материалы, также ссылки И еще я там что-то напихаю внутрь Это все будет на Boosty и Patreon Кому интересно, можете там зайти и скачать Я все оставлю вот это там Здесь просто наглядно мы можем послушать, сравнить Там вы можете это все выгрузить себе в программу Хотите вместе с проектом, забирайте и тестируйте Первым, значит, у нас будет мастеринг от AEMastering Он так и называется Здесь можно бесплатно залогиниться Нужно создать аккаунт Что они обещают? Котики и львы Смотрим цены Просто, ну, выходит просто бесплатный мастеринг 0 долларов Это просто удивительно Я не знаю, кто это разработал Очень интересно Они делают, видимо, какие-то бесплатные VST-шки В общем, такой бесплатный сайт И он у нас идет первым в сравнении Давайте послушаем на вот этой части Где у нас начинается ударный вокал Как он проанализировал И как это выглядит На всякий случай я сделаю частотный захват Чтобы посмотреть хотя бы как частотно Он повлиял на оригинальный звук Продолжение следует... Первое впечатление того, что он практически не работал с коррекцией частот Просто динамически так прилично сжал Как низких было, так и осталось Динамику слегка убили Высоких частот недостаточно Ну, такое, я бы сказал, для каких-то low-fire стилей Для хип-хопа Просто, ну, просто... Поймите правильно Если нужно просто зажать там лимитером или компрессором Можно просто зажать лимитером и компрессором Для этого не нужно идти на сторонний сайт И это делать автоматически Пока разницы не чувствую Но это просто какое-то общее впечатление Нужно делать прямое сравнение, к которому мы и придем Давайте посмотрим следующую платформу Это платформа BandLab Достаточно популярная платформа Я помню, по-моему, от них еще была какая-то программа Которая обанкротилась Потом которую выкупили И которая сейчас полностью предоставляется бесплатно Если я вспомню, я вот где-то там на видео Сделаю маленькую заметочку Что какое-то название Вот так вот выглядит их сайт Здесь ничего не нужно Насколько я помню, даже не нужно регистрироваться Просто здесь забрасываете дорожку Вот, например, я поставил выгружаться эту самую дорожку И оно нам предложит какой-то вариант Здесь можно выбрать Я в данном случае выбирал универсальность Нам нужно какое-то среднее значение И здесь можно выбрать просто несколько вариантов Как обработать И далее просто загрузить Я просто диву даюсь Насколько некоторые сайты доступны Ну, ясно, что BandLab Это такая большая компания Которая занимается разным Самым разным И у них все А, вот название программы Все крайне просто Просто зашли Забросили трек Получили вариант выбора И скачали По-моему, даже в Wave формате Давайте слушать Какой получился результат Здесь делаем частотный захват И включаем воспроизведение Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, конечно, компрессии поменьше За что им и спасибо Низкие частоты не так давят на слух Ясно, что здесь Мне кажется, что слегка недостаточно Насыщенности на низких частотах Они так Технология крайне аккуратно с этим поработала Но такая серединка Просто серединка Безликий Совершенно безликий Массинг Не хватает Мне конкретно не хватает Высоких частот Не хватает какой-то насыщенности Плотности Но это такой универсальный Массинг Бесплатный Чего ты хочешь Чего я хочу Да ничего Я просто сравниваю Что можно получить По крайней мере За 0 долларов Хотя Айзотоп 11 Это стоит прилично Поэтому здесь Не совсем корректный Но Некорректный обзор Но я крайне надеюсь Что Айзотоп-то победит Ну как бы Его цена Не 5 долларов Как некоторые здесь платформы А гораздо больше И поэтому Будь добр Отрабатывай Свои капиталы Вложения Следующим у нас будет Мажор децибел Где у нас Здесь Вот он Мейджор Мейджор децибел Вот так вот все выглядит Тоже бесплатный Массинг Смотрим Есть у нас какой-нибудь Прайс Да можно попробовать Вот бесплатно Месячная Подписка 6 долларов И 25 долларов На год Я вам скажу Что это Бюджетненько Ничего такого Вот в этом случае У нас МП3 192 В общем МП3 В данном случае В крайне низком В качестве Здесь конечно Уже будут искажения И низких И высоких частот Но это нам не мешает Просто снять Частотную характеристику И ее сравнить Ясно что потери будут Но Выкрутимся Ничего страшного Слушаем этот Массинг Ставим захват АЧХ И поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первое впечатление Это то что Здесь в области Где-то Полторы тысячи И шесть тысяч Чуть прибавлено Самим сайтом Самой технологией Высоких частот Поскольку Ну так голос Стал ощутимо ближе Хотя Ему там ближе И не нужно И стали почему-то Эски свистеть Мне кажется Низких То ли я не замечал Но эски стали Свистеть А Че я путаю Это же МП3 Да При понижении качества Там гораздо Все сильно режется Значит Да Эски стали свистеть Низких частот Мне недостаточно Но опять-таки Это МП3 Здесь можно Вот так вот Смело поставить Где-то Поскольку Здесь все Конвертировано И там Кодек МП3 Этого всего Не поддерживает Здесь так же Все прилично Урезается Даже почему-то Волна до конца Не дорисовалась Здесь так же Все портится И в общем Это будет Такой лузер Давайте покрасим Его Это будет Такой лузер Этот лузер У нас будет Агрессивно красным На который Мы особо Обращать внимание Не будем И здесь Поменяем Просто местами Потому что У меня на Мастеринг студия Есть большие надежды Это сайт От компании Плагина Альянс И они Ну я думаю Вы знаете Они разрабатывают Кучу всего Коммерческого И у них Крайне шикарные Продукты есть На них Очень большие надежды Значит так Мастеринг бокс Вот такой Минималистичный Сайт В общем Здесь 6 долларов Месячная подписка Я здесь Вытащил МП3 Бесплатно В тестовом В варианте Если кто-то Хочет использовать Это в коммерческих Коммерческом Направлении Если можно Так сказать Вы можете купить Какой-то Более Дорогой Пакеты Оттуда Вытащить Вейвс Хотя Вот видите Что происходит Вейвс 109 евро Здесь Вейвс 9 евро Здесь А вот здесь Уже Ну как бы Бесплатно И у меня Всегда Вот стоит вопрос Ясно Что это все Интеллектуальная Собственность Ясно Что это все Зарабатывание Денег Но Это тоже В подсуммированном Тексте Есть Который я выписывал Но я хочу об этом Сказать сейчас Пока я не забыл Смотрите Когда вы приходите Заказывать Массинг Вот например По ссылке Студии Которая есть В описании Под этим видео Вы приходите Заказывать Массинг И там есть Человеческий фактор Вот вы Забросили трек Была сделана Демка Вы послушали Демку И такие решили Для себя Что например Рабочий Либо голос Либо любой другой Инструмент Вашего трека Либо не яркий Либо громкий Либо что то еще И вы решили Ну окей Хорошо Надо это все Чуть подкорректировать Сделали Одно Две Три Редакции И получили их Бесплатно А здесь происходит Так что Ну ясно Что можно вытащить Мп3 Проанализировать Но по большому счету Практически На всех Солидных Сайтах Которые делают Бесплатный Тест Массинг Или платный Массинг Я говорю Об искусственном Интеллекте Там за каждую версию Придется что то платить И хочется Или не хочется Но Музыкант заплатит За пару редакций Больше Чем просто Заказать Массинг По ссылке В описании К этому видео Все Значит так Массинг Такая минутка Рекламы Никто рекламу Не покупает Ребят Я подозреваю Что просто Разработчики Плагинов Не очень По доброму Будут относиться К контенту На этом Канале Поскольку Я больше Занимаюсь Хейтом Чем рекламой А надо рекламой Здесь Вот такой Массинг Зе бокс Я когда то Его видел Раньше Он мне Ни о чем Не говорит Я никогда Не использовал И никому Никогда Не рекомендовал Делать Массинг С помощью Искусственного Интеллекта И вот таких Сайтов Во первых Стоит вопрос Авторских прав Куда оно Все уходит И где оно Сохраняется Об этом Нигде не пишется А если И пишется То не факт Значит Так Сайт увидели Цену увидели Поехали в проект Продолжение следует Конечно Микс стал Достаточно Громкий Достаточно Плотный Эски Все таки Слегка Выскакивает Но поскольку Вот здесь У мейджор Децибел Децибел Ну в общем Не суть У них там Поскольку Мп3 192 А здесь 320 То в принципе С китай Не так режут В принципе Это все терпимо Насколько это возможно Я там чуть убрал До 16 тысяч Поскольку Это кодек Мп3 У меня не доходят руки Сделать обзор Конвертации Файлов В мп3 Такая большая тема И больная тема Которой я Которой Занимался Лет 5 назад Когда искал Как лучше всего Конвертировать трек Ладно К этому руки дойдут Все Здесь сделали И вот Моя надежда На Мастеринг Студио От компании Плагин Альянс Ну что Моя надежда Моя любовь Пожалуйста Плагин Альянс Знаю Что он предлагает Сити мастеринг Бесплатно Если Не говорит Ну видите Добавилась Дистрибюция Значит Здесь все просто Загрузить файл Залогиниться Скачать И получить Вейв Формат А конкретно Здесь 44.1 И 16 бит Поехали слушать Продолжение следует Ну вот Пожалуй Один Наверное Из самых Таких Плотных Миксов Который Более Мене Сбалансирован Меня Удивляет То Что Все Они Вот У меня Все Меня Преследует Мысль О том Что они Все Просто Делают Автоматический Мастеринг Под копирку Вот Все Кроме Компании Бэнд Лаб Вот Все Ну Мейджор Он там Мптришка Ладно Бэнд Лаб Безликий Мало Низких Частот Как-то Так Но Все Остальное А и Мастеринг Мастеринг Зе Бокс Мастеринг Студио Который У нас Искусственный Но Они Плюс Минус Одинаковые Здесь Нет Вот Какого-то Дисбаланса Ну В общем Дисбаланса Какого-то Нету Они Все Приблизительно На одну Технологию Ну А даже Если Послушать Оригиналы Вот Здесь Буквально Просто В Несколько Секунд Я Поставил Сравнить Может Я Что-то Потерял Может Ну Как-то Уже Нетрезво Оцениваю Ситуацию Я Понял Что В Оригинале Голос Ярче Ближе И На Дроповой Части Басы Лучше Заполняю Чем Здесь Но Тем Не Менее Мы Сняли Все Ачхашки И Сейчас Слушаем Гвоздя Программы Это Айзотоп 11 И Что Он Собственно Сделал Что Произошло Субтитры Субтитры Перебаланс Что Клэрити Субтитры Эквалайзер Субтитры 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 Все 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 Другие Обработки Поскольку Мы Их Можем Оценивать Только На Слух И Не Можем Никаким Образом Проанализировать То есть Это Будет Слишком Долго Если Мы Будем Каждый Трек Разбивать На Частотные Полосы Затем Слушать Вот Эту Выбранную Частотную Область В Стереоканале В Моноканале Также Сравнивать С оригиналом Стерео И Моноканал Делать Какие-то Выводы То Это Займет Просто 10 Часов Видео И Это Никому Не Нужно Никто Этого Не Будет Смотреть Поэтому Вам Гораздо Да И Мне Гораздо Проще Включить Наушники В которых Вы Привыкли Работать С помощью Магии Монтажа Я Все Это Быстро Проанализирую Затем Мы Сделаем Сравнение Какой Микс Звучит Ближе Всего И Пожалуй Против Него Будем Будем Слушать Насколько Он Близок К Оригиналу Для Тех Кто Хочет Более Детально Это Все Проанализировать Материалы Будут Лежать На Бусти И Патреоне Заходите Скачивайте Анализируйте Если У вас Программа Сам Прилетет Пожалуйста Я вам Проект Туда Добавлю Забрасывайте Проект Включайте Все То Что Здесь Есть В Том же Порядке И Также Прослушивайте И Делайте Выводы Зачем Вам Это Делать Да Просто Наслушанность Это Как Насмотренность Только Наслушанность Каждый Раз Анализируя Сравнив Тестируя Что То Суммируя Где То В Своей Голове Вы Понимаете Вот Эти Все Тонкости Но О чем Я Говорю Здесь Я думаю Что Аудитория Собралась Которая Как Минимум Понимает Что Такой Эквалайзер И Компрессор А Если Вы Не Понимаете Видео Есть На Оно Оно Просто Доказывает То Что Заказывать Живой Мастинг От Живого Человека Гораздо Лучше Поскольку Здесь Даже На В общем Здесь Даже На Частотах Не Произошло Ничего Такого Гениального Никаких Больших Изменений Но Есть Квадратичные Ну Есть Господи Как Будто 8 бит Увидел Так Значит Смотрите Я Что Сделал Поскольку У нас Здесь Вышли Коррекции И Будет Неправильно Сравнивать На Оригинальном Треке Я На Вот Этот Откорректированный Трек И Поставил Анализ Значит Первым Плагином Который У нас Здесь Есть Который У нас Так Чтобы Было Понятно Что На Что Конкретно Влияло Вот Здесь У нас Айзотоп 11 И Он Нам Прорисовал Вот Такую Вот Кривую И Я Хочу Сказать В Его Оправдание 0302 Децибела У нас Опускается Высокий Сигнал И Добавляется Ну Там Максимум Дотягивает До 1 Полтора Децибела Приподнимаются Высокие Частоты И Вот Это Будет Пожалуй Самый Близкий Результат К Оригинальному Звуку Напоминаю Что Здесь В Оригинальном Мы Сделали Вот Такие Качели Мы Низкие Частоты На 4 Прибавили Высокие На 4 Прибрали Мастинг От Компании АЕМАСИНГ И Вот Это Меня Удивило Смотрите Как Это Все Выглядит Почему Они Квадратами Редактируют Высокие Частоты Я Подозреваю Что Где-то И Здесь Возможно Какие-то Участки Вот Так Вот Квадратами Резались Но Я Такого Никогда Не Видел Чтобы Вот Прям Так Буквально Квадратиками Что-то Приподнималось И Все Это Выключаем Это Далеко Не Близко К Нашему Материалу Третий Мастеринг У нас Будет От Компании Бенд Лаб И Да Они Тоже Близки К Оригиналу Даже Хотя Я Ошибся Наверное Даже Более Близки Чем Айзотоп Конкретно По Частотам Еще Раз Говорю Здесь Много Всего Это Мастеринг Который Включает И Компрессию Все Все Лиже Значит Так У нас Здесь Особенными Остаются Особенными Остаются Айзотоп Перекрасим Его В красный Бенд Лаб Перекрасим Его В красный Чтобы Я Сейчас Ничего Не Забыл Так Следующий У нас Мастеринг От Мейджор Децибел Здесь Сумасшедшие Изменения Но В оправдание Всему Этому Я хочу Сказать Что Это Единственный Файл В Мп3 Пониженного Качества Здесь Сибилянты Действительно Свистят Когда Они И будут Свистеть Когда Приподнимаешь На 10 Децибел Высокие Частоты Да И более Ничего Не Происходит Это Такой Один Из Лузеров Которых Я бы Не Рекомендовал Использовать Да Он И так Красненький Так Следующим У нас Будет Мастеринг Бокс Тоже Изменения Небольшие Идем Дальше И Последний Мастеринг Студио От Плагин Еще раз Убедите Вас В том Что Лучше Заказывать Живой Мастеринг Все Что Вы Сделали В своем Миксе Вот Эти Все Искусственные Интеллекты Они Делают Крайне Минимальные Изменения И я Не Говорю Что Должны Быть Глобальные Изменения Я Такого Ни В коем Случа Не Говорю Но Это Все Доказывает Что Вы Получаете Минимальные Изменения Ваше Сведение То Здесь Добавится Компрессия Здесь Добавится Какое-то Повышение Громкости И Большего От Этого Ожидать Не Стоит Большего Они Вам Не Дадут Но С Таким Успехом Вы Также Можете На Своем Усмотрение Плюс Минус 2 ДБ Изменить Частоты Добавить Компрессии И Зажать Лимитром Вы Все Это Можете Сделать Сами Если Вы Хотите Более Детальную Проработку В том Числе Бесплатная Демо На Свой Сведенный Микс Отправляйте По ссылке В описании Там Где Заказать Сведение Майсинг Там Есть Возможность Отправить Бесплатно На Майсинг И В течении Свободных Часов Не Всегда Бывает Свободное Время В общем Когда Будет Окно Вы Получите Свою Демо Которую Можно Затем Отредактировать По своему Усмотрению Вот Это Пожалуй Одно Из Самых Самых Далеких Этот От Плагин Альянс Оно Не Только Не Санализировало О том Что Там Низких Много Высоких Мало Оно Еще И Срезало Оно Сделан Небольшой Срез И Приподняло Низкую Середину В общем Это Тоже Далеко И так Наших Два Фаворита Это У нас Айзотом 11 И Бэнд Лаб Вот На мое Удивление Бэнд Лаб О котором Я говорил Что Низких Мало Оно Максимально Близко К Оригинальному Треку И Сейчас Мы Поступим Так Мы Слушаем Оригинал Я Потом Это Все С помощью Монтажа Сделаю Слушаем Оригинал Слушаем Азотоп 11 Слушаем Бэнд Лаб Вы Обязательно Напишите Комментарии В описании К этому Видео Какой Вам Показался Лучше Материал Я Сделаю Свои Выводы И На этом Разойдемся Давайте Включайте Свои Наушники Свои Мониторы И Давайте Сравнивать Кто Справился Лучше Монтажа 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 Продолжение следует... Мне нечего сказать, оригинал в разы лучше. Лучше и, пожалуй, Айзотоп 11 по качеству ближе всего. Я сейчас сделаю быстрое пролистывание других треков, так пока еще уши не устали. Да, пока слух не устал, могу сделать такой вывод. Из-за того, что вот этот искусственный интеллект, я уже устал об этом говорить, этот искусственный интеллект не почувствовал того, что здесь есть перевес частот, и он решил, видимо, что это наилучшая версия ваш... моего... не вашего, вы здесь ни при чем. моего микширования, он решил просто улучшить то, что есть, не балансируя в таких достаточно агрессивных пропорциях, плюс-минус там 4 децибела, только из-за того, что он этого не почувствовал. Во всех остальных версиях, во всех вот этих пяти примерах... Да, во всех этих пяти примерах, недостаток громкости из-за того, что завышены низкие частоты, и это не было сбалансировано. В общем, просадка громкости здесь везде. Они недостаточно громкие, они достаточно наполнены низкими частотами, их много, недостаточно высоких частот. И все это просто посыпалось в большую такую урну. Ну, нельзя, да еще раз говорю, нельзя, нельзя использовать искусственный интеллект для, по крайней мере, на сегодняшний день. Нельзя его использовать для коммерческих работ. Ну, не почувствовал ни один из этих сайтов, что здесь есть перевес низких частот. Ясно, что здесь пережат микс. Ясно, что, возможно, технология думала, что мы там не сожмем динамику. И она там все это не посчитает и просто зажмет лимитер в мясище. Она и зажала в мясище. Просто здесь был перевес низких частоток и недостаток высоких. И несмотря на все это, компания Айзота, нужно отдать ей должное, максимально близко смогла восстановить трек к оригинальному звучанию. Он звучит и ярче, и громче. По сравнению с остальными вариантами. Несмотря на то, что там есть проблемный MP3, который звучит отвратительно. Но который, кстати, платный. 9 баксов, будь добр, за трек отдай. Вот за такой плохой трек отдай 9 баксов. Но потом еще отдай 9 баксов, если что-то нужно подкорректировать. Каким можно подвести итоги? Мне остается только пожать плечами. Вот эта тема всех искусственных интеллектов, я сейчас сделаю очень быстро и получу классный результат, оказывается такой большой какашкой. Не люблю слово какашка и не хотела его использовать на YouTube. Но оно прекрасно отображает все, что было сегодня сделано. Все 5 вариантов. Все просто зажали компрессором и лимитером. И, собственно, больше ничего не изменилось. Ни насыщение, ни каких-то гармоник, никаких там экстремальных вариантов. Здесь просто небольшая коррекция частот, компрессия и лимитинг. Все. Вот это весь ваш хваленый искусственный интеллект. Даже компания плагин Альянс, на которой я делал большую ставку, сделала просто бесплатный массинг. И еще сильнее срезов высокие частоты. Возможно, как-то не проанализировал сам материал. Вот. Значит, что можно выделить? Давайте поговорим о том, что можно выделить позитивное. Ну, во-первых, это все бесплатно. Я сегодня получил 5 бесплатных вариантов за считанные минуты. Просто вот так вот. Мне закинул трек, получил трек. Все. Это максимально быстро. И даже заказывая бесплатное демо по ссылке в описании, это не будет так быстро. Никто не получит демо там за 5 минут. Во-первых, человеческий фактор. Живая очередь. Ну, во-вторых, ну, это все занимает время. Проанализировать, сделать, отправить. Это все занимает время. Здесь 5-10 минут. Все готово. Это просто колоссально быстро. Это огромнейший, просто огромнейший плюс. Если кто-то просто не разбирается в каком-то мастинге, ему нужно как-то демку зажать. Пожалуйста. До минус 1,5 RMS можно получить финальный трек в вейв формате. Еще какой плюс, кроме скорости. Еще какой плюс. Здесь нет человеческого фактора. Программа не болеет. Программа работает в любое время. Никто не хамит. Никто. Никто не хамит. Никто не смешит. Никто ничего не делает. Закинул, получил. Опять-таки быстро. Что еще хорошего? Ну, есть сайты, на которых вы заплатили 25-39 евро. Сразу же с этих сайтов забросили на дистрибуцию. И уж там в каком качестве оно выпадет, бог с ним. Как бы сделали быстрый бесплатный мастинг. Точнее, платный мастинг. Отправили на дистрибуцию. И дай бог, при хорошей какой-то рекламе, капиталовложениях или материале, вы сможете получать какие-то первые средства. Вот это огромнейший плюс. Это упрощение публикации трека на различных платформах. Какие минусы? И минусов в данном случае гораздо больше. И о них стоит говорить. Вот эти все видео, если посмотреть, господи, год за годом все тестируют, какие там платформы для искусственного интеллекта побеждают, кто лучше, кому-то рекламы заплатили за то, чтобы об этом снять видео и сказать, ну, не все так плохо, справляется. Вот посмотрите, у меня примеры есть. Это кому-то заобошляли. И я думаю, что немалые деньги, если он согласился откровенно на этих пяти примерах плохой мастеринг рекламировать. Ну, как бы он неплохой. Ладно, кто-то прослушивать на телефоне ему покажется хорошо. Мне недостаточно. Значит, перейдем к плохому. Не все сайты искусственной интеллекты, технологии, разработки предлагают чистый мастеринг. Вот на этих примерах вы об этом уже усомнились. Второе. Мне непонятно конкретно, на какой сервер уходит материал, защищенный авторским правом. И как бы не останется ли он там где-то в базах, поскольку это интеллектуальная собственность, авторские права. И вот это все, об этом тоже нужно думать. Забрасывая вот такие на бесплатные сайты, непонятно, где это все всплывет. Третье. После мастеринга бывает некоторые звуки звучат плохо. Если вот здесь несколько сайтов предлагают бесплатный мастеринг, то если вы хотите там какой-то коммерческий мастеринг, то есть не коммерческий мастеринг, а мастеринг за деньги, то вам придется за каждую редакцию выложить денежку. Если это там 6 евро, то 6 евро, 6 евро, 6 евро. И получится дороже, чем на сайте в ссылке в описании к этому видео. Получится на 3 бакса, а то и более дороже, дешевле заказать живой человеческий мастеринг. Четвертое. Отсутствие человеческого фактора – это как плюс, так и минус при выполнении мастеринга. Ясно, что на некоторые платформы автоматического мастеринга можно забросить референс. Можно как-то скорректировать микс. Но все это и рядом не стоит с работой. Ну, не особенно там, особенно вживую, но и удаленно это и рядом не стоит. Невозможно откорректировать микс никаким образом. Здесь просто программа слегка предложила вариант. Или платить деньги, или, ну, забирать то, что есть. В общем, я думаю, что, ну, получается так, 3 или 2 плюса, и 4 или 5 минусов. Здесь в любом случае мы отталкиваемся от того, что мы получили, и все это плохо. Все это плохо. Все вот эти искусственные интеллекты автоматического мастеринга – это все оказалось просто плохо. Поэтому хотите сделать прямое сравнение у себя в программе, либо получить материалы, заглядывайте на Boosty Patreon в описании к этому видео. Там будут дополнительные материалы. Подписывайтесь на канал, не забывайте об этом. И делитесь видео в социальных сетях. Отмечайте канал, отмечайте мои профили. Будем с вами на связи.